Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Начнем со знакомства. С вами Зиновия Шедловская. Я биогеограф, герокосметолог, валиолог с 40-летним опытом практической работы, биогеронтолог, член геронтологического общества РАН и геронтологической секции Московского общества испытателей природы при МГУ имени Мломоносова. А также я автор программы «Экология человека» и познавательно-образовательного курса «Дизайн здоровья». А еще основатель закрытых клубов программы «Баланса веса и коррекции фигуры. Экология человека» и ведущая клуба «Теломираза», гостями которого вы сегодня являетесь. Наш вебинар «Ключ к здоровой красоте и активному долголетию» — это всего лишь первая ступень к познанию своего организма и происходящих в нем процессов. Он состоит из нескольких частей, поэтому в дальнейшем я с удовольствием продолжу делиться накопленными знаниями и опытом по этой теме, обо всем, что касается продуктивного долголетия и онлайн, и оффлайн. Скорее всего, следующее заседание, как мы это называем, будет в следующую среду. А свои вопросы и пожелания пишите, пожалуйста, в чат группы в WhatsApp Международного клуба «Теломираза». Все они будут учтены, и на все вопросы я там отвечу. Они никуда не денутся, и еще другие участники тоже будут видеть и смогут услышать ответы на вопросы. И еще хотелось бы сделать нашу встречу максимально интерактивной, поэтому, пожалуйста, живо откликайтесь на мои вопросы голосом, и будем общаться и разговаривать тогда, да? Итак, скажите, если бы у вас появилась возможность замедлить процесс старения с сегодняшнего дня, вы хотели бы получить больше информации об этом? Безусловно. Да, друзья. Ну, вот уверена. Потому что эта тема интересует, конечно же, всех, и я думаю, что мы сегодня не зря собрались. И следующий вопрос очень для всех актуальный. До какого возраста каждый из вас мечтает дожить? Назовите, пожалуйста, свою цифру. 106. Прекрасно. Кто больше, кто меньше? Алексей, Лариса, вы здесь? Кто еще что-то скажет? Или все это секрет? Достану качественно, чтобы как в 35. О, чудесно, Лариса, да, все правильно. Ну, так. Вот я показываю вам теперь слайд, на котором вы видите возраст старения в разных странах. Слева это цивилизованные страны. Швейцария, Япония, Сингапур, Франция, Кувейт, Испания, Южная Корея и Италия по нисходящей. А справа неразвитые, соответственно, Гвинея, Афганистан, Республика Вануату, Соломоновые острова и так далее. Посмотрите, насколько разные это цифры. Средний по миру возраст старения – это 65 лет, а в России 59,2. И вы представляете, вот эти почти 6 лет дали России 160 место в рейтинге среди 190 стран. Ну, это просто никуда не годится. И не даром у нас сейчас программа есть, которая нацелена на долголетие, на увеличение продолжительности жизни. Но, к сожалению, вот уже даже вокруг меня многие, казалось бы, еще довольно здоровые, крепкие на вид люди уходят в мир иной совершенно неожиданно. И поэтому мы должны думать о будущем. И мне по душе слова известной народной артистки РСФСР Ольги Арусевой, тоже, к сожалению, ушедшей. Не жалейте о том, что стареете. Многим в этом отказано. Жизнь дается всем, а старость – избранным. И давайте посмотрим на классификацию возраста по ВОЗ. Все вы это наверняка видели. Но еще раз просто напомню, чтобы вы понимали, что мы все еще очень молодые. Если когда-то наши цифры календарные считались уже достаточно солидными, то сейчас мы чувствуем себя молодыми, вполне себе еще способными прожить столько же, как минимум, сколько уже прожито. И это отрадно. Вот посмотрите, еще хочется показать долю мужчин, доживающих до 65 лет по разным странам. Россия как-то очень сильно отстает от европейских стран, от Китая, от США. И, конечно, хочется, чтобы мы как-то приближались к этим цифрам. Но Украина, Россия и Белоруссия входят в первую десятку стран мира, где количество мужчин меньше количества женщин. На 100 женщин уже приходится не 99 мужчин, а 90. И, конечно, мы желаем и себе, и ближним активного долголетия в полном здравии, при хорошем физическом и ментальном здоровье. И каждый из нас об этом и мечтает, и надеется реализовать мечту. И возможность жить долго и качественно, конечно, является ценным активом. И это может быть результат вложений государственных средств в здравоохранение и наших персональных инвестиций в собственный образ жизни. Как вы думаете, чья доля должна быть больше на стадии профилактики, то есть поддержания здоровья и создания его запаса? Думаю, что тут однозначно мы понимаем, что все это наши собственные усилия. Но я Испанию не вижу на слайде. На предыдущем, да? Нету Испании. Она, видимо, то ли статистику не давала, то ли, я не знаю почему, но вот не нашла я эту страну, к сожалению. Испания входит в тройку, значит, стран по долгожительству в этом, значит, в Европе. Да и вообще, в общем-то, в мире. Да, единственное, могу сказать, что когда я была лет, наверное, пять назад с экскурсией по некоторым городам небольшим в Испании, то там на кладбище, конечно, цифры на памятниках впечатляют. Воспечатляют. 90, 95, 93, 87 самые молодые были в некоторых местах люди, ушедшие. Мы были просто в восторге от Испании. Но вот почему-то статистики не нашла, поэтому я не знала, куда поставить, в какую колоночку. Чтобы глубоко разобраться, от чего мы стареем, надо, конечно, иметь фундаментальные знания по биологии, медицине, генетике и массе смежных областей. И кратко расскажу об основных факторах старения, потому что для большинства из нас эта тема может быть и не новая, но есть масса нюансов. Поэтому я постараюсь раскрыть ее доступным языком, эту тему. И все же некоторая терминология будет, вы уж простите, но без нее трудно оперировать. Итак, все мы знаем, что здоровое долголетие формируется в течение жизни. 60 триллионов клеток организма неустанно выполняют свою работу. Причем ежесуточно из них погибает порядка 60-70 миллиардов. И за год это суммарный вес, примерно равный весу человека. Громадное количество погибших клеток, но зато они замещаются новыми, которые, конечно, постоянно взаимодействуют друг с другом. И есть клетки с разными функциями, их очень много. И клетки-созидатели, клетки-убийцы, утилизаторы, реконструкторы, и обучающие клетки-информаторы, и множество, множество других. И надо сказать, что только в конце прошлого века обучение, то есть исследование, ну и, соответственно, обучение этим вещам двинулось далеко вперед, потому что до этого было в застойном виде. Вот какой-то такой прорыв произошел. Существует прелюбопытнейшая статистика, которая дает понимание, как трудится и обновляется организм. Я вам приведу лишь некоторые цифры. Например, в течение пяти лет, то есть один раз в пять лет, меняется до трех тонн клеток, ну и, соответственно, тканей. Вы можете себе представить? Слизистая желудка, допустим, за пять лет, меняется в триста шестьдесят пять раз. Жировая масса – восемьдесят семь раз. Полностью заменяется кровь шестьдесят один раз. Эпителий кожи – сто восемьдесят два раза и так далее. Клетки внутренних органов кишечника меняются каждые три-пять дней. Можете себе представить, как быстро? И, наверное, не случайно так быстро наш организм реагирует от того, что мы получаем внутрь, и меняется и настроение, и состояние, и много что еще меняется, на что это влияет. Но это разговор будущий. Итак, клетки разных органов обладают неодинаковыми свойствами. Клетки печени, например, обновляются очень часто. Но ввиду того, что они часто накапливаются, они накапливают много мутаций. И, между прочим, печень – это единственный орган в нашем организме, который способен полностью восстанавливаться при потере двух третьих своей ткани. В то же время большая часть нейронов головного мозга, например, в первозданном виде работает от рождения до смерти. То есть практически не меняются. Но какие-то новые нейронные связи появляются, как выяснилось, в последнее время. Вот такая колоссальная разница между разными нашими клеточками. Изначально все клетки идентичны, потому что это стволовые клетки. И они представляют собой резервный банк клеток с геномом человека. И из них в нужный момент организм получает код для производства белков, чтобы в нужном месте, в необходимый момент создать соматические клетки. То есть специализированные, которые требуются для построения тканей и органов тела. Мы со школьной скамьи знаем определение Фридриха Энгельса, который говорил, что жизнь есть способ существования белковых тел. И существенным моментом является постоянный обмен веществ с окружающей внешней средой. Причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка. Вот умный был товарищ. Строительство белков происходит из ферментов. Их более 200 тысяч. Ферменты по своей генетической инструкции для сборки белков выполняют множество задач в клетке. То есть их такое количество, что наши исследования, текущие хоть и продвигаются как-то, но я думаю, что это очень долгая и длинная история, такая долгосрочная задача. И понятное дело, что для выполнения строительства организма нужны здоровые работоспособные гены. Эти гены могут включаться и выключаться. И вот посмотрите, что у нас получается. Существуют разные клетки, когда они дифференцируются, например, нервные, кожи, какие-то другие внутренние органы. И почему же так получается, что между ними существует огромная разница, если они вышли из одних и тех же стволовых клеток. Вот давайте попробуем посмотреть. Помимо генетических свойств, которые наследуются организмом, существует совокупность факторов, которые включают и выключают активность генов. Мы давно знаем, что наследственность – это такая ведущая характеристика, которая закладывает наш организм, наше здоровье, наше состояние и так далее. Но раньше считалось, что как минимум наполовину гены наши влияют на все происходящее. Но в последние годы выяснилось, что вовсе нет. Всего лишь 8-12% отводятся генам. А в остальном ответственность попадает на окружающую среду. И вот эти факторы окружающей среды называются эпигенетикой. В процессе эволюции происходила дифференцировка клеток, чтобы организм мог приспосабливаться к условиям жизни. И именно поэтому такое невероятное разнообразие клеток и их функций в организме. Потому что менялись условия, и, соответственно, организм каким-то образом к ним пристраивался. К этим новым факторам. А что мы имеем с продолжительностью жизни? По последним данным американских ученых, наследуемость продолжительности жизни не превышает 7%. То есть мы тоже считаем, что если в семье долгожители, то все имеют возможность быть долгожителями. Генетически, если ничего не случилось. Так вот оказалось, что у жен и мужей продолжительность жизни была более схожей, чем у братьев и сестер. И исследователи связывают это с негенетическими факторами, а именно с похожим образом жизни, соответственно, питанием и всем прочим. И хотя гены и вносят в продолжительность жизни определенный вклад, но основное влияние оказывают все-таки факторы внешней среды. И отсюда сразу рождается вывод, что лучше вести здоровый образ жизни, чем полагаться на хорошие гены бабушки и дедушки. И давайте посмотрим, какие эпигенетические факторы наиболее значимы. Многие из них нам известны, но просто еще раз, чтобы суммировать. Как насчет вредных привычек? Вот влияет ли питание на экспрессию генов и долголетия? Влияет. Все однозначно отвечаем. Хотя встречались люди даже среди моих однокурсниц, которые меня очень удивляли в каких-то наших дискуссиях. Они меня спрашивали, слушай, а при чем здесь еда? Ну, вот это поразительно. Но все-таки многие люди сейчас понимают, что питание – это один из ключевых факторов. Конечно, вредные привычки – алкоголь, курение, тем более наркомания. И, кстати, курение пассивное – это тоже совершенно дурной фактор окружающей среды, потому что критически влияет на здоровье. И среди нас нет, конечно, совершенно никого, кто бы это не понимал. Разумеется, в последние годы мы знаем, что много хлопот добавляют сладкие напитки, продукты с добавленными сахарами, в том числе алкогольные напитки, там, газированные и прочее. Потому что идет процесс гликирования, не ферментированное гликозилирование белков. Оно является ключевым механизмом повреждения тканей. Например, ведет к сахарному диабету. Это пандемия практически номер три в мире сейчас. Кроме конечных продуктов гликирования, второй наш враг – это соль. О нем как-то мало говорят, но, тем не менее, испыток соли пагубно влияет на организм тоже, потому что в зоне риска оказываются клетки периферической нервной системы и мозг. Избивается настройка наших нейротрансмиттеров. Мышцы подергиваются, да? Вы видели часто наверняка людей, у которых даже так не запланированно подергиваются, да, спонтанно. И, кстати говоря, если человек злоупотребляет солью, то он может быть более злым и раздражительным, чем все остальные. Кроме того, лишняя соль взбивает калиево-натриевый обмен. Появляются отеки, нарушается водно-солевой баланс. Человек много пьет, ощущает сухость во рту, учащается сердцебиение, повышается вязкость крови – очень важный фактор, который приводит к тромбозу и часто внезапной смерти молодых людей. Естественно, давление повышается. Но самое главное, что происходят гормональные сдвиги. Из-за этих сдвигов уменьшается активность иммунных клеток. Поэтому соль в рак непонятно, номер один или номер два, по сравнению с сахаром, но, во всяком случае, они где-то равные позиции занимают. Естественно, гиподинамия. Физические нагрузки и ритм жизни очень сильно влияют на экспрессию генов и долголетия. Но, кстати говоря, мало кто обращает внимание на то и знает, в принципе, что гиподинамия, так же, как и гипердинамия, вредна, потому что перетренированность она не дает здоровья. А некоторые люди в походе за здоровым образом жизни об этом забывают, это не учитывают, и просто погибают или на велодорожках, или на других занятиях фитнесом. И, в общем, это тоже такой серьезный момент. Но тут уже, наверное, вопрос к тренерам, если люди занимаются не сами, а где-то в фитнес-залах. И очень важны в связи с этим циркадные ритмы. То есть это наш образ жизни, который распределен по часам, по графику в течение дня. Когда мы что делаем? Это вообще громадная тема, очень большая и серьезная. Я думаю, что мы когда-нибудь до нее доберемся. Но правильно организованный ритм жизни и сон очень важные элементы эпигенетики. Самое тут главное то, что нужно соблюдать примерно одинаковый график в течение жизни. И очень страдают вахтовики, у которых то две недели работы в ночное время, а потом они отсыпаются. Или там стюардессы, которые меняют часовые полеса. Ну, в общем, это серьезные вещи. И многие спрашивают, вот привычка быть совой или жаворонком, что лучше? Лучше, конечно, привычки жаворонка, когда человек ложится спать до полуночи и, соответственно, рано просыпается. Но если у человека эта привычка тянется с детских пор, то у него немножечко перестраивается циркадный ритм, и в том числе и мелатонин тоже включается на выработку немножко в другое время. Это не так плохо, как частые переезды какие-то и смена ритма. Очень важно, в каком человек состоянии, настроении и взаимоотношениях с окружающей средой, с окружающими людьми, потому что это тоже влияет на экспрессию генов и долголетия. Например, дурной характер и соответствующее поведение или стрессы. Все это очень сильно меняет наше здоровье, потому что сюда вмешиваются гормоны. Они часто подталкивают к неблаговидным поведенческим реакциям. А синтез гормонов – это результат метаболизма. И он напрямую зависит от образа жизни, от тех факторов, в совокупности, о которых мы говорили. А вот окружающая среда и ее влияние на наше здоровье. Тут тоже масса всяких неблагоприятных моментов, потому что, особенно когда мы являемся жителями городов, мы регулировать эти вещи не так не можем. и поэтому все, что связано с воздухом, с почвой, с водой, с общим загрязнением атмосферы, мы все это ловим, впитываем, и оно на нас, конечно же, влияет. Но тут уже надо разбираться при наличии каких-то проблем каждому отдельно, потому что очень зависит еще и от зонирования. Если вы посмотрите, например, карту Москвы, есть такие сейчас на Яндексе, то там даже видно, какое количество вредных веществ, элементов есть в атмосфере. Может быть, не задумывались. Вот если кого-то интересует, посмотрите. Это очень опытная штука. Ну и, конечно же, урбанизация с ее промышленными зонами и выхлопными газами, токсичными, неополагаемыми отходами и вредными выбросами в акваторию, в атмосферу, в почву. Они чудовищно изменили качество жизни и обитания человека, поэтому мы стремимся периодически куда-то уезжать, где много моря, солнца, воздуха, просто воды, леса, для того, чтобы отдохнуть от всего этого и немножечко очистить свой организм. Из-за всего, о чем мы говорили выше, накапливается окислительный стресс. Это один из самых сильных факторов, которые разрушают наше здоровье. И этой теме мы тоже посвятим отдельный вебинар, потому что можно понимать, как это все образуется, как накапливаются свободные радикалы. Пока давайте посмотрим. Кто-то что-то хочет спросить? Алло. Да? Кто-то глубоко вздохнул. В результате оксидативного стресса повреждаются клетки на уровне ДНК. Везде, вот в клетках, в тканях, в органах, в системах наших организма развивается воспаление, причем часто неинфекционного характера. Мы слово воспаление связываем с инфекциями. Мы сразу думаем, что поднимается температура, что-то такое экстраординарное случается в организме, но вовсе даже нет. Окислительный стресс повреждает клетки целиком, тотально возникает масса проблем. И вот посмотрите, что это за проблемы. Мы обо всем об этом говорили, но хочу еще раз подчеркнуть, что все эти вещи ведут к заболеваниям сердца, сосудов, крови, к сахарному диабету и ожирению, к деменции, к аутоиммунным заболеваниям. Это лишь короткий, далеко не полный перечень последствий развития неинфекционного воспаления. И, конечно, организм использует внутренние резервы, но ему далеко не всегда хватает сил на поддержание жизненной энергии и на регенерацию тканей. И поэтому все эти воспалительные моменты, развиваясь долгие годы, влияют как мина замедленного действия на наш организм. И вот мы знаем из школьной программы, сейчас переходим к нашей генетике, к генам, что гены это участки молекул ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота. Многие еще учили, заучивали, точнее, эти слова, чтобы можно было выговорить. Так вот, в состав нуклеотидов ДНК входят азотистые основания, углеводы, остатки молекул, фосфол, кислоты. И они определенным образом складываются. То есть фактически из школьной программы мы знаем, что в каждой нормальной соматической клетке 46 хромосом, то есть 23 пары, 22 аутосомные, одна половая, зиготами отца, матери, XY. Что такое хромосома? Фактически это белковая упаковка молекул ДНК внутри ядра клетки. И каждая хромосома содержит две спирали ДНК с хвостиком типа петли на конце. Хромосомы, они как хранители генетического кода нуждаются в защите. На конце каждой хромосомы есть хвостик или так называемый защитный колпачок. И называется он теломер. в нем закодировано то есть ничего не закодировано и его задача простая защищать хромосому от повреждений. И с годами одна из причин старения кроется как раз в укорочении теломер. Эту проблему исследовали многие ученые в 2009 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за создание теломерной теории клеточного старения стали трое американцев Элизабет Блэкборн ученый цитогенетик Кэрол Грейдер и Джек Шостак. Но дорогие товарищи имейте в виду что между прочим большой вклад в эту теорию внес и российский ученый Оловников Алексей Матвеевич. Дело в том что он еще теоретически в 1973 году предположил что существуют теломеры и даже опубликовал статью в докладах Академии наук СССР в свое время и в американском журнале по теоретической биологии. Он сказал что белки которые участвуют в процессе удвоения ДНК обычно не могут копировать теломеры в полном объеме и поэтому с каждым последовательным делением клетки теломеры укорачиваются сокращается резерв способности клетки к делению и соответственно существует какой-то лимит так вот так сложилось просто исторически что он конечно не то что не был представлен даже как номинант КНОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИ а вообще никак не учитывался и я хочу вам сказать что до сих пор он является просто кандидатом медицинских наук и сейчас ученые в частности геронтологи борются за то чтобы он хотя бы стал членкором академии наук потому что светлая голова и он сейчас многие другие предположения очень интересные высказывает но из-за формализма этот вопрос как-то остался нерешенным что очень обидно чтобы стволовая клетка была здорова не страдала от мутаций спокойно делилась теломеры в ее хромосомах должны быть определенной правильной длины как мы уже сказали чтобы они не становились слишком короткими есть фермент теломераза чтобы они не становились слишком длинными есть два других специальных белка которые укорачивают теломеры до нужного размера и своим бессмертием относительным стволовые клетки обязаны именно теломеразе которая достраивает концы хромосом когда они укорачиваются после очередного деления но теломеразы с годами становятся меньше и теломеры начинают при каждом делении укорачиваться в конце концов клетка погибает и все теломераза может защищать концы хромосом от недорепликации и каким-то образом стабилизировать их почему возникает вопрос человеческий организм рождается сразу начиная стареть или он сначала молодеет ну то есть будучи молодым растет развивается а потом стареет или нет вот тут кстати говоря тоже однозначного ответа нет потому что есть ученые в частности Вадим Гладышев такой который работает сейчас в Америке который говорит что человек стареет уже в утробе матери но правда большинство ученых не склоняются к этому предположению и считают что примерно с 20 с 25 лет организм начинает видать и именно в этом возрасте то есть чем старше тем больше мы начинаем чаще болеть а лечиться становится все сложнее и причина этому иммунитет а главная функция иммунитета это что распознавание и уничтожение чужих клеток среди своих основные клетки иммунитета лимфоциты они попадают из костного мозга в вилочковую железу организма которая называется и лимфоциты умеют бороться с патогенными и чужеродными элементами и они в большом количестве регулярно попадают в кровяное русло и там контролируют состояние в нем других клеток но к сожалению вилочковая железа развивается только до периода полового созревания это как раз где-то 20-25 лет и после этого она деградирует лимфоцитов образуется все меньше уровень защиты организма снижается и к 40 годам организм уже почти не может бороться с известными ему заболеваниями а возникают новые впервые появившиеся и человек становится практически беззащитен именно поэтому с возрастом люди начинают чаще болеть ну и еще темы старения есть два направления количество проживаемых лет и качество жизни в пределах этого отрезка времени вот Лариса как раз с самого начала сказал что хотелось бы долго жить в здравии да чтобы качество жизни было на высоте вот как раз изучением этих вопросов что делать занимаются геронтологи и они выдвинули более 20 теорий старения мы сегодня рассмотрели одну из самых широко распространенных теломерную теорию и выявили факторы старения с совершенно четким научным объяснением правда в ученом сообществе периодически активизируются дебаты о верности теломерной теории вы и такое можете увидеть на страницах мировой сети в интернете но нет никаких опровержений живо обсуждаются другие версии мы их сегодня обсуждать не будем и впоследствии тоже они не очень интересные они такие специфические научные вообще этих версий штук 20 а пока идут дебаты вот например Элизабет Блэкборн которая стала лауреатом Нобелевской премии как мы говорили из-за теломерной теории развития ее является сейчас членом консультативного совета научного фонда регенеративной медицины в Америке и продолжает свои исследования и вообще мы живем век биохимии и молекулярной биологии и поэтому нам раскрываются многие тайны человеческого тела которые прежде были недоступными вот я думаю что на сегодня пока хватит потому что и так такой материал большой я с удовольствием продолжу в следующую среду или если будут какие-то еще пожелания ну мы вот с организаторами клуба поговорим вас обязательно известим и я думаю что если эта тема интересна и вы хотите продолжать с нами общаться то пожалуйста приходите не теряйте с нами связи оставайтесь в нашем чате международного клуба тела мираза и будете получать новые современные знания о себе о человеческом организме о тех исследованиях которые в мире сейчас проводятся я вас благодарю за участие желаю хорошего вечера и всего вам самого доброго если есть какие-то вопросы есть еще минутка задать их есть какие-то вопросы у вас есть какой-нибудь чат страничка чтобы подробнее вас почитать вы знаете ничего такого не было вообще откровенно говоря сегодня это первый мой вебинар я до сих не выходила так вот на открытое общение поэтому я организовала в телеграме группу экология человека но там пока ничего нет ну и соответственно вот чат нашего клуба международного теломираза тоже для этого открыт поэтому если есть какие-то вопросы соображения что-то вы хотите рассказать или узнать пишите туда я буду отвечать совершенно на все вопросы обо всем мы сможем говорить а впоследствии придумаем возможно еще какой-то формат в том числе оффлайн если вы в Москве то есть все москвичи смогут общаться приезжайте к нам в Испанию спасибо спасибо большое я с удовольствием это сделаю потому что Испания мне близка и у меня там есть коллеги так что да конечно думаю что использую эту возможность и с удовольствием пообщаюсь со всеми кто интересуется своим здоровьем там русскоязычной диаспоры да спасибо я в восторге от сегодняшней встречи просто все на высокопрофессиональном уровне было очень приятно слушать познавательно все доступно спасибо большое спасибо спасибо